Привет! И добро пожаловать в 50 выпуск Святилища Мода Скайрима. И поскольку это юбилейный эпизод, некоторые зрители интересовались, приготовил ли я что-нибудь особенное? На самом деле приготовил, но не в этом видео. Я планирую коротенькую мини-серию обзоров, в которых я вернусь к модам, которые я обозревал в своих выпусках, чтобы посмотреть, как они выглядят на сегодняшний день. И если вы присоединитесь ко мне, мы увидим, как Скайрим и его моды менялись со временем. Но давайте перейдем к сегодняшнему видео, в котором я расскажу вам о домах для игрока. И начну я с мода, добавляющего поистине впечатляющий дом. Называется он Холлс оф Довандор. Надеюсь, я правильно произношу. И как вы можете видеть, расположен он в Савангарде, который является одним из самых впечатляющих мест, где можно расположить дом для игрока. Чтобы попасть в это место, вам нужно проследовать через величественный портал. Это впечатляет. И идея заключается в том, что попасть сюда вы можете, только победив Алдуина. Таким образом, пройти сквозь него может только Довакин. Тем не менее, имеется небольшая проблема. Вы можете пройти сквозь портал и не побеждая Алдуина. Я прошел туда персонажем, не закончившим пока главный квест. Было бы хорошо, если бы портал не работал, пока вы не побывали в Савангарде и не победили Алдуина. Но это крошечная недоработка, про которую сразу забываешь, когда попадаешь в этот дом. Он захватывает дух. Вы находитесь на парящих островах, открывая перед собой нечто неподвластное рукам человека. Постройка больше любого здания, что я видел в Скайриме. Он воистину гигантский. И внутри он выглядит так же. Там вы обнаружите величайшие залы с могучими потолками и колоннами. Множество всяческих мелочей повсюду. И он очень напоминает зал, в который мы попадаем, по главному квесту. И вы прямо-таки чувствуете, что дух сотен воинов, отдыхавших здесь, все еще живет в этом месте. Тут есть зал войны с огромными бочками. А также тут имеется горн, кузница и плавильня. Своеобразный микс, но он работает, создавая образ викингов, кующих здесь оружие, пьющих и возможно сражающихся где-то здесь. Также тут имеется зал магии с этим волшебным садом. Здесь вы можете обнаружить заклинание, которое даст вам возможность телепортироваться сюда напрямую. Также тут есть зал под названием зал падших, в котором вы найдете массу чучел различных животных и созданий. Я полагаю, это существа, которых Девакин победил своими руками. Особенно впечатляет скелет, подвешенный под потолком. Присутствует здесь также и зал для коллекционеров, который мне больше напоминает музей. Здесь масса витрин, дощечек для оружия и щитов. Опять-таки масса статуй существ, которых вы можете встретить в Скайриме. В целом, назвав это место музеем, я довольно точно описал его. Оно создает именно такое впечатление. А еще тут есть трон для дракона рожденного, который очень хорош. Когда вы активируете его, вы не садитесь на него как на стул, а прямо-таки разваливаетесь на нем, что создает клевый эффект. Но если вам и этого недостаточно, здесь есть и подземелье, которое поражает размерами. Здесь есть даже подобие огромной пещеры, созданной друидами с элементами Стоунхенджа, которая выглядит очень атмосферно. Эта местность вскрыта, и сейчас я буду показывать вам, как туда добраться. Так что, закройте глазки, если хотите обнаружить его сами. Хорошо, теперь можете открыть глаза. Кроме всего прочего, тут есть хранилище, напичканное системами безопасности. Здесь располагается клетка, закрепленная цепями, внутри которой расположился сейф. Немного нелепо, но кто знает, мало ли какой-нибудь бог попробует украсть мое богатство. Ну и венцом всего этого чуда является спальня Давакина, которая представляет собой огромную ладью викингов, подвешенную в одном из залов на могучих цепях. Поэтому попадаете вы туда с помощью телепорта. Классная идея, на самом деле. Теперь пришло время рассказать, как дела обстоят с компаньонами. Вряд ли они пройдут через портал, так как это под силу только драконорожденному. Но я думаю, было бы неплохо иметь возможность привести сюда спутников и назначить это место как их дом при помощи мода «Мой дом, твой дом», например, чтобы они возвращались сюда после увольнения. Я хотел бы иметь такую возможность, но и без этого это воистину потрясающий дом для игрока. Очевидно, предыдущий мод может показаться излишеством и не подойти к каким-то игрокам. Если так, то я представлю вам еще один дом от того же Моддера. Он выпустил его чуть раньше и называется он Hunter's Cabin of Riverwood. Это как раз пример того, как Моддер кидается из крайности в крайность, так как лачуга охотника – прямая противоположность предыдущему дому. Это очень маленькая, уютная хижина и очень-очень простая. Выглядит она очень правдоподобно, очень по-деревенски. Это реализовано лучшим образом. Прелести этого дома в соответствии природе Скайрима, в соответствии окружающей местности Ривервуда. Это великолепный дом, с которого можно начать игру. Он без излишеств. Если вы посмотрите на его убранство, вы найдете его чистым, уютным и теплым. Он обладает вполне стандартным набором – кровать, гардероб, пара сундуков, ничего особенного. И кстати, вы должны получить ключ от хижины в шахте неподалеку. Я опущу детали, но в целом придется немного поднапрячься, чтобы заполучить этот дом. Но обретя его в самом начале, он удовлетворит ваши основные нужды. Эта хижина очень живописна, очень гостеприимна. Она навеяла мне именно такие мысли. Здесь хочется остановиться, даже когда ты уже перестал месить драконов, когда приключения закончены, когда хочется мирной, тихой жизни. Может быть, у вас уже есть замок где-то, но иногда так хочется уйти от всего, приехать к лачуге, сесть, расслабиться и понаблюдать за закатом. Хижина охотника просто создана для этого. Установка модов очень проста. Идете на страничку мода Halls of the One Door, качаете менеджером и активируете. То же самое и с лачугой охотника в Ривервуде. Порядок загрузки для меня не имеет значения, но только потому, что у меня нет модов, меняющих местность Ривервуда или Глотки Мира. Если у вас есть подобные моды, возможны конфликты, поэтому старайтесь разместить сегодняшние моды ниже в списке загрузки. Однако все очень субъективно. Если вы установили моды и обнаружили конфликты, можете поделиться со мной. И во вспомогательном видео я сообщу игрокам о проблеме и как с ней бороться. Пока что проблем я не вижу ни с одним из этих модов. Ну и как обычно, заканчиваем мы скриншотами, которые вы, ребята, сделали. Если вы хотите, чтобы я разместил ваши скриншоты в своих видео, вы можете пройти по ссылке ниже, на мою страничку на Нексусе, загрузить туда свои картинки. Я постараюсь разместить настолько много картинок, насколько смогу в каждом эпизоде. Я надеюсь, вам понравилось это видео, и надеюсь, оно было полезным. И если это так, пожалуйста, лайкните. Я буду очень благодарен. Жду встречи в следующем нашем видео, оно будет уже скоро. Ну а до тех пор, как обычно, всего хорошего! Субтитры сделал DimaTorzok